И что же, вот получается просто ощущения какие-то неземные на самом деле И всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас, ребята! Здравствуйте, ребята! И наконец, вы не поверите, но наконец, практически спустя... Не, не то что спустя, а на протяжении трех месяцев Я впервые, и мои родители вообще тоже, вышли на улицу просто по-семейному прогуляться Потому что до этого было просто ну никак Ну, дело в том, что были очень жесткие меры у карантина на самом деле И действительно говорили, что если нет в этом нужды, то и выходить в принципе не нужно То есть нужно как можно больше уделить этому внимание и просто уберечь себя и своих родных Вот, поэтому приходилось сидеть дома И сказать честно, это было очень тяжело, потому что я вообще вот сегодня взял камеру Чтобы наконец заснять, наконец поговорить с вами Потому что я по всем просто дико соскучился Ну, представьте себе, я не знаю, на протяжении какого времени не мог с вами просто выйти прогуляться И тем более, что в последнее время же у меня видео стали выходить реже А это связано с тем, что у меня как раз экзамены До этого были зачеты, после зачетов экзамены И получается уже, что три экзамена я уже сдал И остался уже последний экзамен И в связи с этим я был вынужден немножечко так выпускать видео чуть реже, чем обычно И больше уделять время учебе, потому что там все довольно-таки жестко Тем более, что третий курс, там куча всей этой заморочки Сделай то, сделай это, там задачи, тесты Курсовая работа Курсовая, ооо, курсовая это вообще Тем более, что обычно мы пишем курсовую в первом семестре Ну, по крайней мере, так у нас было раньше В этот раз решили сделать так, чтобы мы писали курсовую во втором семестре учебного года А как правило, на втором семестре обычно все пожестче бывает Ну, лично я так думаю, потому что, ну, или это совпадение, или это так специально делается, не знаю В общем, было довольно-таки жестко Поэтому я все свое время уделял только учебе И только уже свободное время по выходным я мог загружать на свой влоговый канал Свои кулинарные видео и на анимешный канал свои обзоры Вот, на все остальное просто мне даже физически не хватало времени И я для себя создал такое правило Что я выделяю дни, когда я работаю над комментариями И смотрю видео, чтобы все было как надо Чтобы, ну, некрасиво будет, что меня смотрят, как бы А я, ну, вот у меня экзамены, я никого не смотрю Так никуда не пойдет Поэтому я все равно уделял этому внимание Потому что, ну, по-другому мне совесть просто не позволит Вот И вот как-то так Получается, были дни, когда я работал с комментариями И смотрел ваши видео И были дни, когда я уже работал над самими собственными видео Чтобы их спокойненько загрузить на YouTube И вот такие вот дела, впрочем Да, но сейчас уже меры у нас более-менее стали помягче, попроще Адаптивный карантин у нас сейчас Адаптивный карантин у нас сейчас, да Поэтому уже можно спокойно выходить Не боясь так сильно, как и раньше, за свое здоровье Ну, понятно, мы берем с собой маски Не, ну маски мы все равно берем Хотя жарко дышать тяжело Ой, дышать невозможно на самом деле в маске Потому что, да, маска это хорошо Но дело в том, что мы сейчас идем в таком безлюдном месте Что, ну, просто никого нет, кроме нас особо Нет нужды Да, и нет нужды носить маску Мы всегда надеваем маску Тогда, когда мы выходим уже в людное место Поэтому вы тоже, смотрите, берегите себя, свое здоровье Если вы ходите в людное место, то надевайте маски Потому что, ну, неизвестно, кто были это, кто нет Да и вообще, хоть ради своей же безопасности и ради уверенности Ну, надеемся, что скоро, в общем-то Все закончится, да Попорим, да, эту инфекцию Все будет нормально Опять вернемся к нормальному образу жизни Падут просто веточки Реально тяжело было Несколько месяцев Ну, первые два месяца практически Вот без улазна сидеть дома Ну, это было очень тяжело Очень тяжело, реально Потому что, не, в принципе, сидеть можно Но проблема, понимаете Проблема в том, что у тебя начинают возникать проблемы со здоровьем В каком плане? Ты много сидишь Ну, страдают ноги, поясницы Да, да, да Все, что связано с сидячим образом жизни Вот именно Вот, к примеру, взять меня Меня можно считать просто ветераном сидения на одном месте Потому что я домосед Как бы для меня это было не очень тяжело Но после двух месяцев Уже где-то на третий месяц Даже у меня, будучи таким вот Выдержанным Сидельцем дома, да Начали болеть ноги Начала болеть спина Начала болеть поясница Я понял, что я уже не могу То есть мне нужно выйти Ну, хоть куда-то допрогуляться нормально И, в общем, мне повезло в том плане Что я вытерпел вот до этого вот периода, скажем так И сейчас уже можно спокойно хоть выходить, гулять Ну, в общем, более-менее меры стали куда мягче, чем были раньше Поэтому сейчас можно себе такое позволить И тогда по поводу масок Почему же мы их еще снимаем? Потому что не только потому что жарко А дело в том, что становится от этого тяжелее дышать И, впрочем, когда вы выдыхаете воздух Воздух-то сам по себе у нас и так горячий, грубо говоря И этот весь горячий воздух потом поднимается вверх Обжигает вам вот эту вот всю часть И глаза тоже То есть ты в итоге идешь, не знаю, словно ты в пароварке В общем, на самом деле очень тяжело это все идет Вот Поэтому вот такие вот дела Вот такая вот история Теперь вы знаете, почему я В общем, так редко выпускал видео Почему так редко появлялся на улице И какая вообще сейчас обстановка И перед тем, как мы начнем с вами уже вместе обозревать Каково же это выйти после жесткого карантина Я хотел бы спросить А как вы проводили все это время дома? Или же вы выходили гулять? И вообще, какая сейчас обстановка именно у вас в городе? Я буду очень рад, если вы напишите мне в комментариях под этим видео Как ваше здоровье? Что вообще у вас сейчас происходит? Я все с удовольствием прочитаю И также хочу вам всем пожелать приятного просмотра Ну а мы сейчас с вами будем наслаждаться этой красотой Наконец-то Поэтому еще раз приятного просмотра И будьте счастливы и ярко, как это солнышко Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И что же, вот получается просто ощущения какие-то неземные на самом деле Тем более, что вот ты ходишь Это такой вот прохладный летний такой ветер И он действительно прохладный, он не горячий Сейчас вообще в этом плане, конечно, полный кайф И еще круто в том плане, что ты идешь и ты слышишь пение птиц И еще хочется отметить тот факт, что действительно, когда мы говорили о том Что вчера же мы выходили, получается, гулять вообще в первый раз Это было еще до съемок И хочется отметить тот факт, что действительно, когда мы ходили вчера То была крепатория вот в ногах Знаете, ноги такие вообще болели Это было так жестко на самом деле На самом деле у меня ноги довольно-таки выносливые И я привык уже гулять Особенно, знаете, это студенческая жизнь Поднимись на третий этаж, с третьего на первый С первого на второй, прийди в другой корпус Туда-сюда В общем, там ты так бегаешь, как у горелых Что тебе только следы горят У тебя ноги там и так накачаны Но даже за два месяца Даже вообще такая выносливость просто села Вчера вышел прогуляться Пришел домой, все, ноги просто отказали Они болят, они ломят Я такой думаю, ничегошеньки себе два месяца дома посидел Нехило Да, поэтому еще что я хотел сказать Это я так поделился своими ощущениями Впечатлениями о первом дне, когда я вообще вышел прогуляться После карантина И также хочу сказать, что, как я и говорил У меня уже, получается, остался мой последний экзамен И после того, как я его, наконец, уже сдам успешно Я опять приступлю снимать сверх крутые видосики И я, наконец, могу уже возобновить свою активную деятельность На своем блоговом канале И по секрету скажу Те, кто следят за моим аниме-каналом Вторым моим каналом У меня там будут уже выходить Не только обзоры на аниме Но уже другие видосики У меня планируется обзор на аниме-книги На аниме-чашки мои И еще есть кое-что Но это пока что секрет Поэтому следите за новостями Обязательно все узнаете И это вот то, что я хотел сказать Поэтому сейчас продолжим снимать красоту дальше Субтитры сделал DimaTorzok Да, кстати, еще хотел сказать Что мне на самом деле хочется вам очень много показать Это даже еще Даже немалая часть того, что я хочу вам на самом деле показать Потому что столько всего вообще прошло И я даже упустил момент весны И вообще на самом деле упустил много чего, знаете Хотел заснять зиму Но зимы у нас так и не было Ну да, было холодно, но снега не было Снег там, к примеру, в один день пошел В тот же день растаял И вот твоя зима Полюбовался зимой? Полюбовался Все, снег свое дело сделал, сделал Ну, можно и таять Ну, наверное, так снег подумал, да? Вот А по поводу весны Я хотел заснять весну Потому что это так красиво Это все цветет, все пахнет Тем более, что тут столько деревьев Это просто кайф Посмотрите, какая красота И реально И упустить весну На самом деле это очень печально Это очень печально Потому что Не знаю Я просто хочу передавать вам именно Яркие эмоции Как я всегда говорю Чтобы вам хотелось улыбаться Во время просмотра моего видео И после просмотра А так, на самом деле, да Как бы улыбка это хорошо Но на самом деле В душе есть какая-то грусть Какая-то обида На то, что Я столько всего хотел сделать У меня столько было планов И В итоге, как бы, не все у меня получилось сделать И Ну, вот как-то так и получилось То есть Многого хотелось Но не все получилось Зимой, потому что снега не было Весной, потому что Были проблемы с Не то, что были И сейчас есть проблемы С тем же коронавирусом Нужно просто идти вперед Нужно радоваться жизни И все еще действительно впереди Поэтому еще много крутого Я вам покажу И мы вместе с вами увидим Вот такие вот дела И я очень рад Действительно Очень и очень рад Что Вы у меня есть Что я могу с вами сейчас Вот так вот общаться С вами делиться Сыми впечатлениями Тем, что у меня на душе А на сидевшем Вообще, что я чувствую Вообще Вот И хочется вам сказать, что На этом уже сегодня Наше с вами видео Будет заканчиваться Потому что я могу вам Еще много чего показать Но Видео будет длинным Я думаю У вас не будет столько времени Чтобы смотреть Такое длинное видео Как-никак Для меня Ваши минуты Вашей жизни Куда дороже Чем снимать длинное видео Поэтому Вообще Ваше внимание Спасибо вам огромное За ваше внимание И поэтому Вот такой вот Светлый Приятный Радостный влог У меня получился Я на это надеюсь Поэтому Я вам всем хочу сказать Огромное спасибо За вашу поддержку В виде подписок На канал Комментариев И лайков И также хочу сказать Что если вам нравятся Мои видео И вы не хотите пропускать Новое То пожалуйста Не забывайте Нажимать на красную Кнопочку подписаться Чтобы она была серой Ставить свои царские Пальцы вверх И оставлять комментарии Чтобы я знал Что вам нравятся мои видео Ну а мы уже с вами Увидимся в следующих Моих видео И всем до встречи И всем Пока-пока